Массовый ремонт. Сразу на нескольких улицах краевого центра дорожные службы восстанавливают асфальтовое полотно, меняют бордюры. Всего на ремонт краснодарских дорог в этом году планируют потратить около двух миллиардов рублей. Часть денег уже освоена, другая только планируется. Инна Волкова о том, как кубанской столице борются с одной из главных бед страны. Навыки фигурного вождения приходится вспоминать водителям на улице Уральской. Далеко не одна подвеска здесь ломается от дорожных ударов. Судя по асфальтовому покрытию, улицу латали сотни раз, но тем не менее, дорога как после бомбежки. Ужасная дорога, просто ужасная. Почему? Разбитая. А машины портятся, наверное, с этим? Ужасно. Постоянно меняют всякие запчасти. Зато в центре краевой столицы на Седино ремонт дороги идет полным ходом. Асфальтовое покрытие сняли, сейчас меняют бордюры. Там образовалась пробка, но эти трудности временные успокаивают дорожники. Я сам такой же водитель и так же в пробках стою по городу. Ну, вы же тоже поймите, что необходимо, мы хотим в кратчайшие сроки закончить эти работы, поэтому проводим их 24 часа в сутки. Краснодар – город, который никогда не спит. Поэтому ночью, когда на самых оживленных улицах на смену легковым автомобилям выходит тяжелая техника, для удобства работы дорожники на несколько часов ограничивают движение. Те работы, которые можно делать, не мешая движению, они производятся на тротуаре, на бордюрной части, прибордюрной части. А те работы, которые необходимо выполнять именно на проезжей части, вот это все делается в ночное время, тогда, когда идет спад основного движения. Дороги, которые требуют капитального ремонта, а значит больших финансовых выливаний, восстанавливают по краевой целевой программе Краснодару столичный облик. Часть из них – те, что были повреждены зимним обледенением. После стихии глава региона Александр Ткачев потребовал восстановить асфальтовое полотно. С начала года на ремонт краснодарских дорог потратили 600 миллионов рублей, 20% из которых – деньги городской казны, остальное – краевой. Теперь приступили к новому списку улиц. В нем 8 участков, не только центральных, но и окраинных дорог. На их восстановление выделено почти полмиллиарда рублей по целевой программе. Затем, как проходит ремонт, наблюдал вице-губернатор и руководитель краевого штаба по реконструкции и благоустройству Краснодара Джамбулат Хатуов. Работу подрядчиков он оценил удовлетворительно. Мы рассчитываем, что автомобилисты, жители краевой столицы уже почувствуют результаты работы дорожников, начиная с 15 июля. Мы рассчитываем, что в ближайшие 20 дней начнется перелом на кардинально проблемных участках города Краснодара. Под программу попадает и улица Уральская. Ее отремонтируют от пересечения с Симферопольской до 1 мая. Это самый проблемный участок. Здесь проходит огромный поток не только легковых, но и грузовых машин. Как мы видим, работы уже начались. Убирают старые бордюры. По словам руководства подрядной организации, уже на днях сюда пригонят спецтехнику, которая снимет слой дорожного полотна. Затем в дело вступит асфальтоукладчик. Работы много, и выполнять ее придется не один день, и даже не один месяц, говорят дорожники. Но уже к осени водители вздохнут с облегчением и забудут про эту полосу препятствий и фигурное вождение. Инна Волкова, Марина Синникова, Денис Доргунов и Антон Калиниченко. 9 канал Краснодар.